Здравствуйте, мои хорошие! Я вас приветствую на своем канале и решила я немножечко пошить. Это будет пицца. Взяла нетканный материал, можно использовать любую ткань, но я буду в этот раз использовать клеевую. У меня флизелин верхней стороной кверху, но обычно его используют, когда мелкие лоскуты, чтобы он приклеивался. Но так как у меня лоскуты довольно-таки большие, но я все равно буду его использовать. Это будет у меня пруд или речка. Делаю я небо. Как-то вот, как-то так. Где нужно отрезаем, где нужно подбавляем, делаем контраст. Мне надо с небом еще немножечко тут поработать, поколдовать. Ну, где пруд, я пускаю, зелень у меня будет. Видите, повырезала неровными такими фигурками. Но делаю так, чтобы был тоже контраст у меня, чтобы они у меня не сливались по цветовой гамме. Можно, видите, вовнутрь заправить, где некрасивый край, неровный. И вот так вот я все подкладываю. Наверх я добавляю какую-нибудь вот зелень. Это будут у меня выглядывать кусты, хотя они и сливаются. Добавлю вот такой зеленый цвет, а это я пущу вот сюда. Ну, с фоном я разберусь потом. И я повырезала домики. Домики у меня абсолютно разные. Прямоугольник и крыша. Если нужны вам окошки, вы не будете вышивать. Можно достаточно вырезать здесь квадратик, подложить вниз ткань. И вот ваш домик. Домики располагаю. И у меня будет вот эти пустые, допустим, пространства. Я туда потом подложу тоже какой-нибудь зеленый цвет. Это у меня высотка подобия. Подобие высотки. Видите, лоскуты, неровная форма. И посмотрите, как это красивенько все смотрится. Можно их немножечко вплотную сдвинуть. Такое тоже имеет место быть. Уже как-то что-то прорисовывается. Ситец, да, вот желтый. Ну, куда его? Я его добавлю вот сюда, чтобы он у меня, домики, не сливались с травой. Видите, сразу уже все выделяется. Это пущу наверх. В процессе работы вы, когда выкладываете лоскуты, вы сами фантазируете и придумываете. Ориентируясь на ткань, что у вас есть, сразу идут какие-то задумки в голове, появляются идеи. Старайтесь использовать все ненужные лоскутики, которые можно было выкинуть. И вот так это все регулируется, делается. Даже вот такие маленькие малыши, их также можно добавить в какое-нибудь отверстие, в дырочку, где у нас пробел. Будет видна и будет. Вот видите, торчит эта зель-липушечка, торчит. У меня есть вот такие маленькие обрезочки. Их также можно как-нибудь распределить, добавить. Есть вот маленький кусочек органзы. Его можно тоже как-нибудь добавить куда-нибудь, и уже другой будет оттенок. Распределила я домики, мне такой вариант вполне устраивает. И теперь я все-таки беру каждый домик и вырезаю окошко. Просто квадратик. Ничего не черчу. Вырезала два окна, но нам нужна контрастная ткань, чтобы было видно, что это окна. И мы это фиксируем булавками или клеем карандашом. С окнами уже намного лучше смотрится. Я решила добавить трубу, но я не выкраивала черную ткань. Это кусок флизелина. Клеевой стороной кладу вниз. И на дом, на какую-нибудь, чтобы тоже было видно, я его добавляю. Когда я буду проутюживать, он приклеивается, и вот наша труба. Для разнообразия я здесь вырезала. Не знаю, кто тут. На лебедей как-то не похож. Может быть, это будут и утки. Все-таки симпатичнее смотрится, чем обыкновенный пустой пруд. На небо добавляю облака. У меня ткань двухсторонняя, одна матовая, другая глянцевая. Вот можно и вот так сделать. Оттенки абсолютно разные. Солнышко я делать не буду, но немножечко цветов я добавлю, чтобы немножечко скрасить, разнообразить. Ну вот. Всего в меру. Очень-очень хочется еще чего-нибудь добавить, но не буду перегружать. Я взяла у меня фатин. Я накрываю и отглаживаю, отутюживаю через мокрую ткань. Зафиксировала булавками не только картинки, но и по периметру. Я фиксирую булавками те лоскуты, которые лежат наверху, потому что нижние, они приклеились к флизелину. И теперь делаем стежку. Стежку делаем кто как умеет, полосочками, квадратиками, в свободном ходу. Меняем нитки в цвет, в тон или однотонной ниткой. Сами домики, окна можно пройтись зигзагом. Цветы пройтись по контуру и вот эту живность тоже пройтись по контуру зигзагом. На деревьях сделать имитацию, что это действительно деревья, а не зеленые сгустки. Добавить какую-нибудь листву. Фантазируйте, мои дорогие, фантазируйте. Фантазируйте, мои дорогие, фантазируйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девчонки, экспериментируйте, пробуйте. Это действительно просто и интересно, очень увлекательно. Осталось мне доделать немножко по мелочи. Где-то клювики, где-то цветочки, бисерки приделать. И все. С вами Валентин Никита. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Пришлите хотя бы смайлик. И обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Пока-пока.